У Вики очень хорошие данные, она выполняет шикарные повороты, у нее есть великолепный баллон в прыжках, она симпатичная, ее любит публика, но единственная проблема – она нестабильная. Нестабильная – это она постоянно теряет предметы, она может не один раз потерять, ну как бывает, а три-четыре раза. И понятное дело, что она может идти на пятое место, на седьмое, но из-за своей нестабильности она постоянно оказывается за десяткой. И на тренировках этот ребенок работает, у нее все получается на процентов девяносто, а выходит на соревнованиях, она показывает процентов сорок из того, что она умеет. При том, что те, что люди приходят на соревнованиях, смотрят по телевизору или в интернете, они восхищаются Викой, но жалко, что потеряла. А я про себя думаю, если вы видели, что она делает на тренировках, потому что я иногда говорю, Вика, ну скрути поворот. Она берет, крутит поворот в арабеске вот таких пять и останавливается красиво. Так никто в мире не крутит, потому что и полупальчик, и все, и осаночка. На соревнованиях она не может крутить. Ну, значит, еще или время не пришло, или оно вообще никогда не придет. Это все уже зависит от Вики и от того, чего она хочет. Помимо того, что Вика и так нестабильна, и эта ситуация еще в стране, родители, конечно, она переживает, ей очень сложно вообще собираться. И если бы она не выступала, ну, по той причине, что она нестабильная гимнастка, возможно, бы тренеры сделали еще хуже. Надо ребенка как-то поддерживать и помогать, поэтому ей дают возможность выступать дальше, защищать честь Украины и не подводить свою команду в будущем. Нельзя сказать, что тренеры не правы, потому что такой сложный момент для гимнастки, когда ее оставляют все, это очень тяжело. Поэтому ей дается шанс, который Вика должна использовать уже в следующем году. Думаю, уже на ступенечку будет выше. Субтитры создавал DimaTorzok